В администрации НАУ состоялись назначения на руководящие посты. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Цибульский. Задержка сроков сдачи объекта в эксплуатацию послужила поводом для выездного совещания. Его провел губернатор округа с участием представителей профильного департамента, надзорных органов и прокуратуры. Столица округа подвели итоги конкурсов на самое лучшее новогоднее оформление дворовой территории. Атмосферу праздника к Новому году создали не только в общественных местах города, но и в частных и многоквартирных дворах. Труженики тундры могут пройти курсы вождения на снегоходах дистанционно. Первые 12 человек уже успешно прошли испытания и в феврале получат водительские права. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! В администрации Неницкого округа состоялись назначения на руководящие посты. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Цибульский. Как сообщалось ранее, структуры региональной администрации исключены должности первых заместителей губернатора Неницкого округа. В соответствии с распоряжением главы региона Михаил Васильев назначен заместителем губернатора НАО. В его полномочия теперь входит координация деятельности органов исполнительной власти региона по взаимодействию с собранием депутатов НАО. Кроме того, Васильев будет курировать деятельность Департамента внутренней политики и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Должность вице-губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики НАО в структуре региональной администрации сохранила за собой Татьяна Лагвиненко. Неизменной остается и сфера деятельности Сергея Боенко, который вновь назначен заместителем губернатора НАО, курирующим деятельность Управления государственного заказа, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, Государственной инспекции строительного и жилищного надзора и Госинспекции по ветеринарии НАО. Евгения Калашник продолжит работу в команде губернатора в должности его заместителя, курирующего деятельность Управления имущественных и земельных отношений Неницкого округа и исполнительных органов государственной власти региона в сфере развития сельского хозяйства и торговли, а также контрольно-ревизионной деятельности. Иван Болтенко в соответствии с распоряжением главы региона назначен заместителем губернатора, руководителем регионального проектного офиса. Кроме того, в зону его ответственности входит деятельность Управления по государственному регулированию цен, тарифов НАО и деятельность исполнительных органов государственной власти округа в сфере информатизации и связи, информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, а также международных и межрегиональных связей. Полномочия Александра Лидера как вице-губернатора, курирующего деятельность Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Неницкого округа, также подтверждены соответствующим документом. Новое назначение получила ранее представлявшая администрацию НАО в окружном парламенте Наталья Сидорова. Александр Цибульский назначил ее заместителем губернатора округа, курирующим деятельность Департамента образования, культуры и спорта. На этой неделе глава Неницкого округа произвел еще ряд кадровых назначений. Так, Сергей Сверидов нов назначен руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа. Павел Рахмелевич, ранее возглавлявший Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям, получил назначение на пост главы Департамента внутренней политики НАО. Руководство Департаментом образования, культуры и спорта Неницкого округа доверено Лине Гущиной, а пост начальника регионального управления имущественных и земельных отношений сохранила за собой Анастасия Голговская. Еще одним своим распоряжением губернатор назначил исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Неницкого округа Дмитрия Рожина, который ранее работал в этой структуре в должности заместителя руководителя. О предстоящих изменениях в структуре администрации Неницкого округа в конце 2018 года в интервью нашему каналу рассказал глава региона Александр Цибульский, отметив, что никакой революции, о которой так много говорили, не произошло и не могло произойти. Нет никакой смены администрации. Есть люди, которые работают, и они выполняют свою функцию. Пока они выполняют эту функцию хорошо, они работают. Если меняются приоритеты, или они начинают свою функцию выполнять плохо, эти люди меняются. Если у нас меняются приоритеты развития, как сейчас, допустим, 204-й указ президента, о котором я сказал о национальных приоритетах развития, конечно, заставляет нас немножко поменять структуру администрации. Но это не потому, что мы тут, значит, кого-то выгоняем, кого-то берем. Вот у нас все как-то почему-то вокруг персоналей крутится. Да все равно кто, кого угодно посадите, если он выполняет свою работу хорошо, значит, пусть работает. Если выполняет работу плохо, ну, значит, не надо, надо искать другую работу, которую он будет выполнять хорошо. Так и здесь вот все эти изменения в администрации. Просто почему говорят очень такой распространенный вопрос, а какие у вас изменения в администрации? Никаких революций не будет, хочу всех разочаровать в этом смысле. Мы работаем и будем работать дальше с какими-то точечными изменениями, которые требуют времени. Если будет требовать время через год, мы не будем через год, через полгода. Это такая живая история, не надо ее ждать, каких-то революций в этом смысле, как и во всем остальном. Выездное совещание на строительном объекте Сущинского-10 провел сегодня глава региона Александр Цибульский. Среди собравшихся представители профильного департамента, надзорных органов и прокуратуры. Причина – задержка сдачи объекта в эксплуатацию. Две секции многоквартирного дома по 55 квартир в каждой должны были быть сданы еще в ноябре прошлого года, но до сих пор принять жильцов они не готовы. Как бы вы подали на сдачу на объект, если у вас платят жилье, что тут нет, газа нет, все было не сделано. Четвертая и пятая секции строящегося дома по адресу Сущинского-10 должны были сдать еще в середине ноября прошлого года. Но до сих пор не готовы тепловые узлы, пожарная сигнализация, сантехническое и газовое оборудование, вентиляция. В квартирах множество косметических недочетов. Вчера на объекте побывала специальная комиссия. Помимо прочих замечаний, она отметила еще и огромное количество строительного мусора. То, что мы видели вчера и сегодня, это не небо и земля, но очень разительная разница. Поэтому мы, наверное, будем ежедневно совершать свои визиты, чтобы видеть движение. По словам Валентины Саутиной, работы на объекте практически не ведутся. Замечания, которые были выявлены жилищной инспекцией, так и не устранены. Причина задержки – это основная у нас подрядная организация. Не в срок выполнили свои работы. Соответственно, мы не приняли это как заказчик-застройщик и не передали своему заказчику. То есть, центр строит заказчику. И подрядчики сейчас в усиленном темпе, без выходных, продолжают работать, устраняют свои недостатки, недочеты, на которые было им указано. Кроме того, в ходе инспекции выяснилось, в доме вместо заявленных трех тепловых узлов подрядчик установил только два. Согласование этот проект не проходил. Более того, это стало причиной неполадок в системе отопления. Сейчас разбирались, значит, подрядчики заявили, что уже предоставили стройный взор документов. Вводим документы, должен, да. Это не сделано. Поднимемся документы. Ну, поднимемся в очередной раз подробнее. Ну, вы понимаете, что нужно проходить экспертизу, потому что это существенное изменение конструктивов. Ну, и по срокам, понимаете, да? В одной из квартир случилась протечка. Заметили только спустя полсуток. Результат вздут или нолем холодной батареи. Отопления нет. Вы как-то здесь люди жить должны. Ну, вы сами в какой квартире живете. У вас есть отопление в квартире, в какой-то сами в квартире? Есть. А почему считаете, что здесь люди в других условиях должны жить? Система жизнеобеспечения дома практически не готова ни одна. Вот с полной готовностью ни одна не готова система жизнеобеспечения зданий. Причем люди после получения квартир начинают нам периодически жаловаться в жильный отзор по поводу той недоделки, этой недоделки. И эту практику, я думаю, надо вообще искоренять. Заказчиком строительных работ на объекте Сущинского 10 является казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик». И, по мнению специалистов учреждения, жилые секции на сегодняшний день абсолютно не готовы принять жильцов. Итоговую проверку подрядчик не прошел со своим объектом. Соответственно, к приемке заказчику данной секции не предъявлялись. Но промежуточно мы, естественно, проверяем, следим за ходом работы. И с уверенностью на сегодняшний день можно сказать, что к приемке мы не готовы. Шантаж и инсинуация – такой итог, увиденному на строительном объекте подвел глава региона Александр Цибульский. По его словам, заложниками ситуации, которую создал подрядчик организации «Полюс жилстрой», стали жители аварийных домов, ожидающие переселения, и подрядные рабочие фирмы «Экология стройсервис» и ИП «Трофимов». По словам же генерального директора подрядной организации «Полюс жилстрой», для устранения всех выявленных недочетов понадобится всего две недели. И к концу января объект будет готов к приемке. То, что касается косметических, делок и конечных устройств является физической работой. Документальную работу постараемся в течение месяца все полностью пройти. Несмотря на это заявление, подрядчику будет выставлена претензия. По просрочке по первым секциям жилого дома она составит более 7 миллионов рублей за нарушение сроков сдачи. В 4-й и 5-й секции «Полюс жилстрой» заплатит более 5 миллионов за каждую. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В этом году в Ненецком округе капитально отремонтируют 7 домов. Об этом сообщает фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа. В настоящий момент фондом прорабатывается вопрос о капитальном ремонте домов сверх запланированных нормативов. Как отметил руководитель фонда Павел Богданов, на данный момент капитальный ремонт предстоит семим многоквартирным домам. Пять из них находятся в Наринмаре, один в поселке Искатели и еще один в селе Нижняя Пеша. Так, обновление предстоит городским домам по улице Меньшикова номера 11, 12А и 15. Дома номер 6 по улице 60-летия Октября, а также 7А по улице Строительная. В Нижней Пеше ремонту подлежит дом номер 31 по улице Советская. В поселке Искателей запланировано завершение ремонта дома номер 9 по улице Ордалина. Капремонт в нем начали в 2018 году, но из-за недобросовестного исполнения работ контракт с подрядчиком был расторгнут. Напомним ранее, приемочные комиссии с участием собственников, представителей органов муниципальной власти и управляющих компаний проведена приемка выполненных работ прошедшего года. Из 12 отремонтированных многоквартирных домов, 11 приняты в эксплуатацию. Атмосферу праздника к Новому году создали не только в общественных местах Наринмара, но и в частных и многоквартирных дворах. Столицы округа подвели итоги конкурсов на самое лучшее новогоднее оформление дворовой территории. Участие в нем приняли несколько десятков жителей округа. Нина Грин ждет в Старом аэропорту уже 26 лет. В конкурсе на лучшее оформление двора «Зимняя сказка» участвовала впервые. На задумку о украшении двора и изготовлении снежных фигур у нее ушло два дня. Для конкурса я приготовила сделанные елочные игрушки, две хрюшки, мама хрюша и сыночек. Потом мы придумали снеговика, лыжника сделать. Потом русская печка стоит. На русской печке у меня котик грелся. Потом самовар с яблоками на снегу сделан. Никаких особенных условий в программе конкурса нет, как нет предела и фантазии участников. Вместе с Ниной Грин в конкурсе участвовали еще 20 дворов. В два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому и определиться с победителями конкурсной комиссии было непросто. Была создана комиссия и первоначально было определено три места. Но когда члены комиссии обошли микрорайон, то увидели, что очень много красивых украшенных домов, решили внести изменения в положение. Установили пять призывных мест. Ну, конечно, сложно было голосовать, потому что не могли определиться с первым местом, со вторым хотелось и людей поддержать, и самим порадоваться. Но вот все-таки комиссия определилась. Первое место досталось Федору Носову. Нина Грин заняла второе. Всего то старый аэропорт определил пять победителей. Им вручили денежные премии от одной до шести тысяч рублей. А вот среди многоквартирных самым новогодним признан дом номер пять по улице Ленина. Его жильцы украсили не только двор дома, но и каждый подъезд. Причем украшать свой дом они начали еще до объявления конкурса по инициативе старосты дома. Все жители откликнулись на эту инициативу с таким удовольствием. Даже вот молодцы, очень все поучаствовали, хорошо вышли, украсили все подъезды. Затем мы узнали по поводу конкурса городского. Думаю, давайте-ка мы тоже поучаствуем в этом конкурсе. Новогодняя сказка, если я не ошибаюсь. И вышли все вместе опять на улицу. Правда, тут не повезло немножко с погодой, был морозец и было очень мало снега в палисадниках. Но мы, в общем-то, постарались и составили экспозицию, такое путешествие в новогоднюю сказку. Второе и третье место заняли дома по улицам авиаторов 26 и зеленое 23. Победители получили дипломы и денежные призы. Как считают организаторы, денежный приз является хорошим стимулом для участия в подобных мероприятиях. Они все дружно вышли, украшали свой дом и двор и территорию. Именно комиссию, тоже вот такой немаловажный охват, чем больше людей тоже участвуют в мероприятии, это уже замечательно. Потому что не то, чтобы один человек, активист, какой-то все за всех сделал. А именно всем дружно, всем двором, все вместе вышли и сделали свою жизнь красивее, уютнее, приятнее. Создали праздничное настроение. Такие конкурсы проводятся в регионе не первый год. И каждый раз, отмечают организаторы, Наринмарц с удовольствием принимает участие в создании праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В республике Коми открыли ледовую переправу в районе поселка Усть-Уса. Зимник связал Ненецкий округ и ряд населенных пунктов соседнего субъекта с другими регионами России. Грузоподъемность переправы составляет 5 тонн. Как передает ТАСС, со ссылкой на начальника отдела транспорта и связи администрации Усинска, в ближайшие 10 дней на переправе планируется увеличить разрешенный вес автомобилей с 5 до 25 тонн. Напомню, зимник Наринма-Русинск был открыт 29 декабря 2018 года. Однако наладить транспортное сообщение с большой землей удалось только сейчас. Как сообщается, открыть переправу в районе поселка Усть-Уса мешала теплая погода, установившаяся в декабре на территории республики Коми. В этом году, благодаря вводу 4-го участка автодороги Наринма-Русинск, протяженность зимника составляет 79,1 километров, а не 86 километров. По плану, временная транспортная артерия будет эксплуатироваться до середины апреля, если позволят погодные условия. В Ненецком округе организованы первые дистанционные курсы для водителей и снегоходов. Такой формат обучения предусмотрен профильным образовательным департаментом, гостехнадзором и многофункциональным центром прикладных квалификаций на базе Ненецкого профессионального училища специально для тружеников тундры. Впервые вопрос о возможности организации дистанционных курсов для водителей и снегоходов обсуждался в ходе съезда оленеводов в марте 2018 года. В начале ноября 2018-го желающие получить права на снегоход предоставили в профессиональную образовательную организацию документы. А уже с середины ноября началось двухмесячное обучение. В результате курса прошли 12 представителей семейных родовых общин, 4 женщины и 8 мужчин. Теоретические занятия и экзамены, необходимые для получения водительского удостоверения соответствующей категории для представителей семейных родовых общин в ИТУ и ЕЛУМД, сдавали в дистанционном формате. В свою очередь, гостехнадзор принял экзамен на право управления внедорожными мототранспортными средствами категории А1 непосредственно в поселке. Водительские права оленеводы получат в феврале после прохождения медосмотра. Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году. Ежегодный выпуск госдоклада характеризует экологическую обстановку в стране, воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние природных ресурсов и тенденции их изменения, а также принимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Госдоклад содержит основные показатели состояния окружающей среды и их взаимосвязь, с показателями социально-экономического развития России в разрезе федеральных округов. Воловой объем выбросов, загрязняющих атмосферу в целом по Северо-Западному федеральному округу, на начало 2018 года уменьшился почти на 7% по сравнению с показателями 2010 года. Выбросы от стационарных источников уменьшились почти на 20%. В разрезе субъектов СССР за период 2010-2017 годов самое заметное сокращение объема выбросов загрязняющих веществ было в Ненецком округе на 63,5%, а также в Архангельской области на 32,7%. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.